привет мои дорогие сегодня 5 января 2020 года мы с вами идем гулять я не знаю сколько сейчас времени правда мои хорошие даже примерно но на улице уже темно а это мне ни о чем не говорит это может быть и 4 часа дня и 5 и 6 и 7 и 8 в общем я вообще не в курсе я могу сейчас кого-нибудь на улице спросить который час и мы с вами будем знать потому что правда правда я вообще не знаю блин я хочу показать вам это прекраснейшую луну она волшебная я сейчас слушала стих и просто улетела обалденность их смотрите это у нас детский магазин скидка 50 процентов вот тут вход елочка такие детские шапочки очень красиво все украшенного детская одежда это прямо возле моего парадного ветер очень не хочется чтобы он чтобы вы ничего не слышали хочется чтобы вы все слышали но луна очень радует на улице ветер но мороза как такового нет я еду в галерею нужно купить футболку подруги а может быть просто что-нибудь посмотреть с вами прогуляться показать вам вечерний петербург мы дорогие не знаю слышно вам с этим моим микрофоном фончиком нормально или нет очень хочется верить что так вот я слышала стик сейчас очень волшебный там смотрите в окне отражается луна я хотела выйти из-за дома вам снять луну вон она видите просто волшебная это мой любимый дом как уже многие мои подписчики знают это моя самая обожаемая улица восстание вот он идет как что дальше вот все сказочный перемот когда днем есть солнышко вот тот дом который он просто как пряничный сказочный такой красивый волшебное чувство непередаваемое здесь вот аптека мы с вами куда уже входили здесь вот девушка тоже как я стоит автобуса там кажется едет автобус поэтому мои хорошие это маршрутка это маршрутка подходит нам Полиция, наша полиция нас стерезает. Сейчас я увеличу, потому что меня отсюда не видно. Есть там автобусы или нет, если вы не скажете, увеличила. Теперь мы ведем резкость. Резкость что-то совсем не хочет наводиться. Нет, автобуса там не видно. Ну что, мне хорошее, самое время, когда, как и обещала, начать, будем начать рассказывать вам о себе. Вон там поехал человек. Поехал, поехал на каком-то светящемся колесе. Прям фантастика. Ну вот, мы видим красивый дом. Так, начнем мои родни. Родилась я в нужном городе, в Штанове. Когда мой город основался, в 1700, кажется, каком-то году. А может быть, 800. Честно, честно, я не знаю. Мне нужно было, наверное, посмотреть в Википедии или еще где-то. Но, простите меня, мои хорошие, я не посмотрела и не знаю. Ну, в общем, там была царинца. И она, видишь, поля у моря, назвала мой город Мариуполь. Вот. Потом его в советское время переназвали, перезвали, в общем, Ждановым. И когда, после Пучча, его снова переназвали Мариуполем. В этом городе я и родилась. Родилась я в Штанове. Тогда, когда я родилась, он назывался Штановым в советское время. Вот. Родилась я недалеко от моря, буквально метров 50. Может быть, 60. Ой, нет, метров 100, наверное. Но я сейчас уже в прошлое так представляю. Тогда мне казалось совсем близко-близко, потому что я садилась на велосипед. И у меня был частный бомб, и я там с горыли на велосипеде снижала прямо к морю. И даже без рук иногда. У нас так был там проспект Металлургов, и по нём ходили троллейбусы. И я между этими двумя троллейбусами иногда так гнала по дороге. Прямо к морю. Жилая в частном доме, с мамой, с бабушкой, с сестрой и с братом. Вот. Потом... А, до меня ещё была сестра Виктория, старшая. Но она умерла, не дожила до годика. У неё... Она, короче, родилась, у неё там лёгкие, что-то не открылись. Что-то такое. Вот, она до годика не дожила. Наверное, видите, плохо с лишним. Вот, потом после моей сестры был брат Олег. Потом я. Потом после меня родился Саша. Он тоже маленький умер. Ему было годика два месяца. Ему внесли в больницу стафилококк. Вот. И вот, член, умер тоже не та же, как два года. А потом после Саши родилась сестра моя, Наташа. Вот. В общем, у нас было пятеро. И двое умерло. Осталось трое, в общем. На тот момент. Я с детства в то время почему-то подражала брату. Он старше меня на год и два месяца. И я везде за ним бегала. Он там идет на какие-то махаловки. Ну, махаловки-то раньше назвались драки. Там мальчишки так под курточкой. Все для сюда на плечо повешали цепь. Потом все их надевали курточку и не видно, в чем было. И они ходили, крались там, в общем, район на район. Или там еще все-то. И я все время ходила с пациентами. Меня мало кто отличал от мальчика. Потому что я коротко стриглась, одевала вещи брата. И везде с ним ходила там. Вместе с моря они вылазили. Постоянно плавали. Потом ходили на какие-то драки. Потом обносили соседские сады. Привязывали соседских собак. А брат в этом плане был вообще жестокий. Если бы где какая-то доброта и женственность там играла свою роль, то Олег вообще не щадил ни собак, ни кошек. Поэтому я его не очень уважала с детства. Он брал, в общем, крючок, на него надевал мясо и кидал собаке. Собака хватала это мясо. И он его этот крючок, короче, натягивал, привязывал за забор. И собака была, в общем, здесь ее держал этот сам поводок, цепь. А здесь сорта у нее, ее держал это мясо, короче. Вот. Собака не могла к нам подбежать. И мы, типа, залазили через забор и обносили целые сады. В общем, там сливы, не знаю, там вишни, черешни, персики, априкосы, яблоки, груши, что угодно. Смотрите, какая там красота. Очень красиво. Я боюсь пропустить автобуса, потому что потом придется ждать еще пять часов. Тогда я вам точно расскажу всю историю. Вон там что-то едет. А, 22-й, а может, 105-й. Не знаю, что делать. Сейчас спрошу подруги, на каком едем. Ждем дальше. И мы не едем на этом. Нет, я себя. Собачка. Нет, не мало этого. Нет. Едем. С 22-й. До следующих рассказов. Пока-пока. Пока-пока. С 22-й. Продолжение следует... Продолжение следует...